я вас категорически приветствую на канале мастер викинг продолжаем играть в увлекательную умопомрачительную игру викинги воров клан и это девятый выпуск в котором вы узнаете как будет выглядеть предстоящий ивент из чего он будет состоять в чем его будет суть и как в принципе его играть но прежде чем начать я хотел попросить вас подписаться на канал поставить лайк и нажать колокольчик для того чтобы не пропускать ни одного события которое происходит нашей увлекательной игре поехали и прежде чем начать я хотел бы вас познакомить с теми гардами и фичами которые будут добавлены в игру прежде всего это гард времен те гарды которые были когда-то тем не менее не игра прогрессирует и они усиливаются давая нам больше больше бафов для прокачки ваших аккаунтов гард времен гард шамана это золотой гард и гард тайны но это еще не все ко всему прочему вам добавится и гард охотника который также будет улучшен скорее всего до 15 уровня но это не точно я думаю что это неплохая прибавка тем более думаю что они будут подниматься весьма весьма недорого ну и непосредственно я хочу вас познакомить с самым ключевым событием а именно визуале о механике ивента битва за свет и познакомит вас как обычно традиционно с данным ивентом мой друг и помощник мастеров как долго мы тебя ждали и наконец-то забрежил слабый лучик надежды что в ближайшем будущем мы сможем насладиться этим увлекательным и захватывающим ивент что же известно нам на сегодняшний момент любопытно битва за свет состоит из сражений каждом по 15 участников один ярл может подать заявку на несколько сражений во время соревнования ярлы захватывают башни света и получают зачки за их удержание некоторые башни дают бонусы тому кто их удерживают такие крепости визуально отличаются от остальных среди наград соревнования есть свет вальхейма он нужен для того чтобы улучшать и вообще активировать артефакты зданий в алтаре света суть ивента состоит захватывание башни естественно захватывайте башни света и удерживайте чтобы заработать очки за контрольные точки в соревнованиях получат свет вальхейма и другие награды 330 согласен каждому все сражения происходят в мире альхейма поле битвы разделено на три области в каждой есть портал и башни света в начале сражения все участники появляются своих порталов оттуда они отправляют войска башням свет чтобы их захватить перемещаться по карте участники сожалению не могут а может быть и к счастью очки в соревнованиях начисляются за удержание башен света количество очков зависит от того где находятся башни относительно портала в котором появится яру больше всего очков приносит башня в центре карты и это естественно как вы уже поняли что вся задача состоит исключительно в захватывание башен света и их удерживание чтобы заработать очки за контрольные точки в соревнованиях вы получите свет альхейма и другие ценные награды давайте же посмотрим насколько эпохально будет выглядеть данное сражение сборная эльфов и гномов встречается на их поле сражение начинается нейтральные башни желтого цвета но естественно желтый цвет это характерный цвет всех сражений зеленые драконы идут под крепы красные атакуют еще один атакующий дракон и башня перешла в наше подчинение так же самое мы выбиваем и зелененькую башню все башни будут наши сказал командир и махнув шашкой отправил всех бой количество войск ограничено не все влезли но все хотели отправляем драгу вперед драгу почему только драгу и почему у меня так мало драгу почему меня не могут провести потому что я чертовски сильный и вот мы видим дали что это вдалеке красненькая зеленеется а это враги бесконечные орды врагов нападают на наши башни необходимо удержать максимальное количество башен вот он прибыль я чувствую кто это я чувствую то нет бам витя и все остались ответь и ножки дай пару граун да непроста защита наших ребят сегодня маль состоялся не совсем удобный для нас обстановки походов красных драконов становится все больше и больше красный светящийся кран говорит что скоро нам приснится румяный восход может быть и нет но будет может быть мы ошибаемся но это не точно еще один из отрядов выходит из нашей башни и мы прекрасно понимаем что вот она неминуемая победа либо же поражение но судя по отчетам которых преобладает красный цвет это не очень сильно похоже на победу бой продолжается драуги которых осталось всего лишь 2 миллиона продолжают поединок победоносно шествуя по карте но количество атакующих войск просто запредельно и они бесконечным потоком направляются вместе со шпионами к нашим башням красные башни это печаль отправим шпионов может быть их закрепили шпионами значит можно предположить туда мы башни нужно закрепить шпионами а это не может не радовать безуспешная защита равно как и безуспешная атака все говорит о том что соперник очень очень силен бои будут ребята очень серьезные что же делать нам остается как не принимать свою суровую судьбу динамичность ивента говорит о том что потери будут колоссальные если вы не будете достаточно подготовлены к данному ивенту желательно встретиться с теми кто с кем и бы встречаться хотелось бы и не встречаться с теми с кем бы встречаться не хотелось бы все логично ивент личный посему принесет различные различные радости а может быть и печали но это как говорится совсем-совсем не точно наших башен остается все меньше и меньше все меньше и меньше остается наших башен отчеты безуспешная атака безуспешная атака давайте посмотрим что у нас происходит здесь идет процесс накопления битва еще продолжаться будет течение девятнадцати минут но это уже не имеет никакого значения и вот ваше сражение удачно ли либо неудачно подходит к логическому завершению и слезы радости а может быть печали текут по вашим небритым щекам что же мы получаем в результаты в результате данного сражения мало того что мы видим рейтинг в котором будет видно ярлы которые проявили себя более чем достойно по сравнению с остальными игроками вы получив почетное седьмое место в рейтинге данного ивента получаете определенные бафы и свет вольхейма за которые вы сможете улучшать ваши показатели и это замечательно звучит звучит пугающий звук а это значит говорит о том что вы становитесь каждым прожатием все сильнее и сильнее улучшать можно за свет вольхейма за осколки душ либо же за золото на что вы более гораздо но тем не менее данные бафы усилят ваши аккаунты в значительной мере и даст вам определенное игровое преимущество перед другими игроками поэтому я считаю что данный ивент нужно однозначно играть и принимать в нем активнейшее участие улучшение вашего аккаунта за все ресурсы которые у вас есть облегчит и сэкономит вам много-много финансовых средств времени и моральных издержек которые вы понесете если вы будете проигрывать поэтому улучшайте аккаунты качайте аккаунты играйте в замечательный ивент а также игру викинги вар оф клан вот такой замечательный ивент и вот такое не нешуточное противостояние которое ждет нас в ближайшем будущем если говорить честно ребята я несказанно рад несказанно счастлив и даже по-своему приятно удивлен я не ожидал от данного ивента такой визуализации и такого разнообразия боевых здесь необходимо будет думать и включать не только какие-то одиночные атаки но это делать более расширенно отстраиваясь стратегически вот здесь крайне важно будет стратегия игры правильность прохождения правильность своевременность отправки войск количество войск которые необходимо отправить а какой шпионаж насколько своевременно нужно его проводить в общем в данном ивенте существует огромная и огромная динамика игры и это не может не радовать он кардина данный ивент кардинально отличается от всех ивентов с которыми мы ранее сталкивались и это не может не радовать поэтому нас ждут незабываемые события и яростные бои подписывайтесь на канал задавайте вопросы и получайте ответы да прибудет с вами сила с вами я мастер мастер что мне потерпеть фиазку об TB1 а в